привет всем вы на канале позитивный огород сегодня хочу сделать обзор всего огорода что у нас растет вот это у нас зацвела кинза так вот красиво цветет она затем образуются семена которые можно будет перемолоть в кофемолке и будет замечательная приправа кабачки тоже уже растут очень даже хорошо отошли эти кабачки которые вот по замерзли тоже они такие стали зелененькие немножко попозже конечно будет на них кабачки ноутом хотя бы они зацвели уже а даже вон уже кабачки есть обычные вот эти на грядке кабачки необычные вернее кавиль ли прям огромные выросли перерастать начали много молодых тыковка уже вот такая вот лежит желтенько симпатяшка сейчас все по порядку покажу там оставайтесь будет интересно клубничка бронзовен махер активно цветет много на ней ягодок клубничка вернее земляничка она постепенно спеет всегда можно подойти грядочки там будет спелая ягодка здесь такой куст и вырос обычного лесного тысячелистника смотрите как красиво расцвел кто-нибудь скажет зачем оставили но доставили и такая красота получилась здесь у нас фиолетовый горох сам покажу поближе какие стручки наросли красивые красивые смотрите яркие было опасение что он ну что производитель немножко слукавит и не будет такой нет смотрите их можно употреблять уже вот в такой вот так сказать спелости они без пергаментного слоя поэтому можно их смело употреблять в пищу в стадии таких вот лопаток красивый вообще горох очень его много такой вот он высоченный метр с половиной высоту пройду сюда еще немножко покажу здесь тоже очень много смотрите все буквально таки усыпано эти вот горохом красавицу такие вот стрички обычный горох зелененький тоже постепенно нарастает пока еще нет крупных стричков но будем ждать когда поспеет здесь у нас бобы начали они ведь тоже формироваться дальше пошел лук оксибишин такие вот уже приличного размера уже луковички вообще шикарный лук всем советую посадить смотрите такая грядочка весь он зелененький весь 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 и луковицы уже прям такие огромные вот никакие луковицы торчат из земли яркий насыщенный смотрите какой шикарный лук дальше идет нас лук ялтинский красный тоже он постепенно завязывается толстого не только смотрите тоже нога было опасение что он не вырастет там что нужно какие-то условия как в крыму тоже он растет очень хорошо пока не так заметно конечно но главное что ложка вот эта толстенькая и луковичка там уже начинает постепенно вот она да вот она начинает формироваться уже капуста мизуна уже зацвела салатик постепенно срываем базилик и фиолетовый и зеленый здесь у нас мангольд свекла этот сорняк просто его не перервать называется он березка очень много смотрите везде он растет так то постоянно вырываем вырываем прям они кучами растет и так его не побороть никак стараемся у нас грядки все убрать очень глубокие такие эти корни не перерывать его в общем здесь поздний горох картофель такая вот картошка соседи тоже как будто сплошное поле шикарно здесь пошел опять же лук здесь у нас лук порей такая уже начинает нарастать тоже толстенько вот это вот середочка лук оксибишин опять же таки посажен именно в два рядочка один рядок лука эксибишин и один рядок у нас ялтинского красного здесь уже начал заваливаться такие луковицы прям смотрите такие вот большущие уже толстенькие видно что они прям хорошенькие такой вот эксибишин обычный лук тоже растет перо ведь она все зеленое это значит что с луком все в порядке и постепенно тоже луковицы начинают нарастать вот они такие вот пойду туда дальше там полно все чем сейчас вообще не трогаем растет он сам по себе капустка такая вот капустка июньская уже срываем такие качанчики тоже это уже июньская картошка подросла вот смотрите капуста брокколи начинает она формироваться такая вот капустка красивенькая огромные такие кусты июньская опять же таки вот она какая уже большущая вот макачанчик там капуста кальраби тоже она уже смотрите выросла не видно наверно там вот все огромные сейчас покажу вот эта капуста обычная цветная она еще попозже будет еще только видите завязывается здесь вот капустка кальраби такая вот симпатичная там хочу показать ту вот она какая здоровенная капустина кальраби очень она вкусная просто можно резать и есть конечно почистить сперва опять же капуста брокколи и позднее вот сейчас мы будем убирать постепенно вот эту июньскую тоже какая-то июньская наверно будет убираться и позднее будет хорошее место простор бархатцы в этом году по померзли поэтому еще даже бархатцев никаких не цветет вот такие вот совсем хлипенькие у нас холод стоял страшный в общем такой вот картофель разных сортов и красный и белый и желтая есть всякая картошка все цветет постепенно начинает зацветать сейчас там абайк тоже покажу корневой сельдерей тоже он смотрите такой же хорошенький корешочек где-то еще большего вот он не очень хорошо видно конечно но там тоже видно что вот он спеет опять же вот эта березка которую не рвать не перерывать горошек морковка морковку постарались посадить пореже будет урываться какая-то есть такая вообще уже в принципе можно будет взрывать первую морковочку вообще за них как бы посадили в общем и забыли про нее здесь у нас растет свекла свекла уже большая уже видно что начинает формироваться нам не нужна слишком крупная свекла поэтому посадили и вот так погуще опять же грядочка морковки помидоры наконец-то отросли они после заморозков всех после холода начали расти такие помидорки это обычные такие мелкие помидорки уже начали они тоже немножко бурить даже и здесь все надо будет подстрекать конечно все но видите уже зелени очень много на них надо будет подстрекать прям разрослись они были такие страшные съели их и блохи кто только их не ел такие вот помидорки все что не вошли в теплицу все растут здесь осталось их только немножко подстричь дальше у нас тут баклажаны такие вот баклажанчики целая грядочка это у нас баклажан багира смотрите какие баклажанчики вот они такие вот висят такие вот самые лучшие фиолетовые баклажаны это вот эти багира лучше не придумаешь вот видите какой-то толстенький хорошенький баклажанчик новые и новые цветут и завязываются там багира всем советую супер урожайная вот здесь вот немножко другой наверное как это называется маугли наверное но здесь поменьше еще только начинает завязываться видите багира уже активно цветет и завязывает плоды здесь пошел белоплодный баклажан тоже вот такого хорошего размерчика здесь вот тоже такие баклажанчики висят это у нас пеликан такие вот они хорошего размера просто у меня камера как-то снимает такие вот здесь у нас начали есть дух воски поэтому полили все таким вот настоем из чеснок чесночных стрелок помидорные ботвы наложили то есть листья немножко видите поели надо будет их поубирать вот это у нас баклажан называется белая ночь только он видите начинает цвести хотя он раннеспелый а вот другие баклажаны видите беликан снежок они уже активно так наращивают красивые такие плоды с огурцами в этом году беда у нас с ночами было плюс два всего в июне и они у нас у многих вообще погибли у нас тоже ведь такие плохенькие хотя огурчики и есть но надо будет их подкормить чем-то такие вот огурчики подкормить надо будет все здесь убрать вот эти листочки плохие ну что-нибудь с ним может быть получится дыни у меня накрытые и дыни и арбузы все накрыто потому что чтобы было сухо у них вот такие вот дыньки с другой стороны сейчас обойду покажу дыньку вот одна завязалась уже они вот после холодов только отошли очень холодно было у нас плюс два всего ночью для дыни это просто такой стресс что они прекращают рост и вообще не растут вот такая вот дынька вяжет вот она пока одна единственная но надеемся что другие будут завязываться потому что сейчас они начали активно цвести кукурузка тоже растет уже ведь и начинает выходить вот эта метелка кукуруза это для попкорна посмотрим что из нее вырастет здесь опять же огурчики такого страшного вида надо будет их подкормить просто холодно у нас жутко холодно было сейчас слава богу пришло теплое оно начало хоть маленько отрастать подкормим и все отрастет я тут так думаю такие вот огурчики ведь они кривые такие все из-за холода ну что есть то есть перчик тоже цветет завязывается это всего один кустик у нас в открытом грунте есть хорошенькая перчинка такая вот видите это перец толстый барон много очень цветов смотрите все буквально таки усыпано цветами опять же баклажан багира вот такой баклажанчик видите один хорошенький идет второй третий много цветочков типа придет и будет много баклажанов опять же картошка очень красиво сейчас покажу поближе как цветет он тут кустик розовый смотрите какой цветы картофеля раньше при наших императорах садили ее как цветок а потом уже вроде бы петр первый наверное завез картошку вот такая вот прям ароматное ароматное пахнет так такое вот картофельное поле шикарно конечно цветет вроде бы картошка а так красиво такие вот цветочки здесь у нас пошла земляничка так вот она цветет земляничка первогодка это новая земляничная такая грядочка здесь другой у нас садик малинка вот такая вот земляника очень много цветочков еще только закладывается что-то начинает расти ягодок такие вот ягодки вот она белоснежка покажу вам это еще не самая крупная мы крупные сорвали поселили где-нибудь сейчас найду крупные не могу показать хоть потом если что покажу пока нету а нет вот есть одна покажу вот смотрите какая белоснежка сейчас покажу такая вот я не скажу что она супер крупная не видно здесь у меня вот она такая вот ягодка аромат у нее присутствует немножко ананаса нормальная очень вкусная здесь у нас расцвел амарант только начинает он цвести и иришка грядка иришки там у тебя даже по цвету по цвету немножко он отличается там у нас вкус детства алый огонек а вот это вот иришка некоторые густы такие прям шикарно активно цветут такие вот они все в цветочках очень много цветоносов на некоторых вот такие вот одни усы на них были и ничего на них пока нету некоторые вот большие только начинают цвести покажу ягодки так вот и наш кустик иришки их никто не съел тут только покажу вот она иришка какая такая вот ягодка симпатяшка правда очень много цветоносов просто вот смотрите вот огромное количество опять же здесь тоже вот ягодка начинает краснеть здесь вот где-то была ягодка большая вот она под листочку смотрите какая красивенькая вот какая усов просто огромное количество некоторые мы уже полноукореняли вот так вот в такие вот вот она усик этик готовы готовы саженец в горшочках вся она практически цветет усов просто не успеваем обрывать там надо будет опять обрывать там прям прошло целая куча усов не успеваем за ними вот это вот у нас земляничка клубничка алла огонек или вкус детства видите она немножко помельче вот тоже вот она видите так цветет вроде бы завязывается вот здесь тоже вот завязываться начала так вот тоже цветет здесь другая клубника она пока дремлет вся не цветет много усов опять же таки вот это вот у нас женева два раза она плодоносит но пока на ней ничего нету усы вот укоренён усик какой хороший готовые готовая рассада красавица красавица подсолнух скоро будет семечки и покажу лук ялтинский красный смотрите вот на землянике растет вернее около вот уже какая формируется луковичка вот такая вот она уже почему тут здесь лучше так сказать на бугорке вот на этом растет среди земляники здесь пока нету здесь тоже наверное ну тут нету пока пока нету а вот одна вот здесь начала уже завязываться помидорки цветут в теплице уже просто до самой крыши они доросли уже есть и спеющие здесь смотрите сколько много томатиков черри томаты вот такие вот просто усыпанные вот они уже начинает вот краснеть самое первое там вот уже желтеет желтенькие томатики есть ну там уже желтеют банановые ноги в общем все постепенно растет здесь уже не видно ничего такая вот батуа и столько томатов расцвели конечно и обычные бархатцы наши смотрите очень красивые они здесь около теплицы мороза не было поэтому они ведь и все сохранились такие красивые большие тоже красивые цветочки ну вот такой вот огородик у нас и в теплице перец тоже постепенно начинает нарастать покажу конечный перчик вот это с магазинных семян он только начал формировать плоды вот они такие вот плодики здесь вот шоколадный перчик он сразу только вот он появляется он уже шоколадный это не значит что он поспел вот уже один попробовали думали что он это спелость такая нет то у него такой оттенок оттенок вот этой внешней покрывающей ткани и другие перчики тоже здесь только начинают они формироваться вот он белое золото вот оно такой вот перчик дальше у нас идет толстый барон вот мы с ним уже мы весь пооборвали в технической спелости собираем их вот здесь видно что начинают формироваться перчики это какаду на нем пока ничего нету а это у нас воловье ухо такие вот тоже интересненькие перчики огурчики тоже начинают постепенно вот эти расти которые для позднего урожая здесь у нас кураж шоша жарко поэтому им конечно плохо в такой жаре поливаем их в принципе потихонечку они начинают расти уже кое-где виднеются там огурчики там сам внизу видно что начинают они завязываться ну и вот эти наши для раннего урожая вот такие вот они уже огромные висят везде огурцы вот эти здоровенные такие очень конечно они вкусные тепличные огурчики жарко поэтому всем конечно немножко плохо ну что поделать сильно заливать тоже нельзя просто это из-за жары они так вот немножко морщится а там на самом деле у корня все сыренько и вот такой вот кустик клумбочка шафранов пока не цветут но только-только начинают закладывать будущие бутоны вот такая вот картошечка уже конечно ботва просто огроменная непролазная жуков потравили потому что сейчас как-то поменьше но тоже вот видите есть жучки вот он сидит личинка колорадского жука вот еще несмотря на то что травили все равно есть у нас пчелы поэтому здесь мы перед пчелами конечно стараемся не протравливать поэтому здесь наверно не есть а там сзади получше потравлены поэтому там их нету и вот здесь другой наш участок небольшой здесь малинник куры как поют у соседей здесь уже тыковка где-то вот такая лежит хорошенькая кукурузка на земле растет вот бархатцы капуста надо будет полить он там уже завели эти кабачочки соседи у нас тоже пчеловоды вот такие у них улики стоят кабачки уже позавели надо будет полить все конечно вот такая кукурузка укроп здесь опять же картошка огурцы на земле растут даже лучше чем на грядках видите какие огурчики уже цветут гораздо лучше правда такие красивенькие много огурчиков будет на земле капустка здесь тоже вот такая вот растет здесь вот брокколи такая громадненькая фасоль немножко есть вымерзала половина ну такие вот посадки здесь и вот кабачок кавили на земле очень такие хорошие кабачок этот цветет постоянно только вот первые вот эти вот убираем соответственно пойдут сразу следующие кабачочки шикарный гибрид потом всем советую кабачок кавили и вот здесь тоже вот такие прям обалденные кабачочки ну и капустка здесь в основном поздняя и цветная поэтому июньскую все уже повырвали здесь фасолька только начинает она зацветать еще пока ничего тут нету вот такой вот огородик ну а всем тем кому данное видео понравилось подписывайтесь на канал делитесь этим видео с друзьями заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч всего вам самого самого наилучшего до новых встреч